Всем привет! Я Даша. Сегодня я снова рассказываю о том, что я прочитала. И в первую очередь я расскажу о своей огромной любви. Это серия книг Кристины Гиро Таймлес. Вот они мои лапочки, мои солнышки, мои ягодки, мои... Мои... Прелесть, почему я их с одним бушкой показываю. Вот. Пусть-пусть-пусть, я обожаю. То есть здесь сербиновая книга, сапфировая и изумрудная. То есть по цветам колешков может и сориентироваться. И, кстати, те, кто читали книгу, могут уже по самой обложке догадаться, какая это часть. Но я всё равно свои на переднем форзаце написала. Мало ли. Вот. Я в них люблю всё. Сюжет, атмосферу, настроение. Здесь буквы Ё проставлены. Представляете, я большая поклонница буквы Ё. Я не люблю, когда подозревается Ё, пишется Е. Вот. Здесь проставлены буквы Ё. Мне вообще в этих книгах нравится всё. Формат, оформление, эти самые, размер полей, шрифт, его размер, межсрочный интервал, буква Ё, опять же, как я сказала. И вообще вот бы кто-нибудь выпустил бы, я не знаю, тетради, блокноты вот в таком же формате, стилизованные по тайме. Если бы была бы просто в диком восторге, я бы закупилась бы просто вот так. Кто-то может говорить, я знаю, ходят плохие слова про силу этих книг. Кто-то говорит, что... Сейчас же это очень предсказуемо. Я, в принципе, согласна. Кто-то говорит, что всё слишком просто. Что это для девочек-подростков. Что это несерьёзно. Что это бэ-бэ-бэ-фу-фу-фу. Ну и ладно. А мне нравится. Вот несмотря на все недостатки, несмотря на предсказуемость, несмотря на то, что для девочек-подростков, мне нравится. Я в восторге. Более того, я в последний раз читала, в первый, в последний раз, перед вот этими красавчиками, читала, что мы видели, и я поняла, что мне просто необходимо это иметь в натуральном виде. И я, наконец-то, их заполучила. Я получила неземное, просто сочетая их именно в бумажном варианте. И просто красотень. Кто не в теме. Это книги о том, о семье, в которых наследуются из поколения в поколение ген путешественников прошлого. То есть человек вне своего желания, по достижению определенного возраста, начинает переговорить в прошлое. И, по-моему, самое длинное, самое большое время, проведенное в прошлом, это пять часов, точно не помню. Вот почему было создано целое общество, в котором изучались все прыжки. Обязательная история, потому что, допустим, ты можешь прыгнуть в прошлое, внезапно находясь на мосту, там, например, в 1566 год. А в том году этого моста там не было, ты просто подержишь в реку, ют водишь. Поэтому очень важно знать историю, где что находилось. И существует хронограф, это такая хрень, которая одно... У него есть какое-то назначение, но самое важное из них, и это не споря, потому что это в самом начале книги, в принципе, уже сразу освещается. То есть так ты вроде как прыгаешь непонятно в какой год, непонятно в какой, значит, что там будет, и какой опасности подвернешься. Но есть такая штука, называется лапсация. То есть ты целенаправленно направляешься с помощью хронографа в определенный год, по которому ты знаешь, что он безопасен. И проводишь там около двух часов. И если ты прыганешь в прошлое вот так вот целенаправленно, то ты уже туда не прыгнешь спонтанно. То есть вот такая мера безопасности, чтобы твоя жизнь ничего не угрожала. Но всё это происходит не бесцельно. Последуется определённая цель. То есть я сейчас в итоге какую-то сказала. И всё это очень интересно. И вот представляете, вроде как такая мощная концовочка ударная. Я её забыла вообще. Я когда читала, у меня были вот такие вот глаза. Я была в полнейшем шоке. И она меня ушибла вообще. И я до сих пор под впечатлением, хотя прочитала книги ещё 23-го числа. Ну, на этом всё. Как это ни прискорбно. Я могла бы говорить об этих книгах часами. Кстати, оказывается, я не знала. У этого же автора есть книги. Тоже о тревоге. Называется «Зильбер». Я хочу. Я хочу, я хочу. Следующая книга, которую я расскажу, буквально по горячим следам, потому что я её прочитала полчаса тому назад. Это «Быт и нравы царственных особ глазами фрейлин». Девушка, которая мне рекламировала эту книгу, немножко перестаралась, но так расписывала. Вот, вы бы не знали этого о царях. Вы там, ты увидишь что-то там новое, с новых углов. Они там в своих записках написали такое прям удивительное, разудивительное. И прям вот, ты будешь шокирована. И вот прям вот купи-купи, читай-читай. И там прям захлёбывалась в своих восклицаниях. И я такая прям загорелась. Думаю, о, прикольно-прикольно. Я чего-то могу не знать о правителях России? Да ладно, надо купить. Надо прочитать. Надо это срочно узнать. Надо восполнить пробел. Сейчас. Подруженька, вот если ты сейчас это смотришь, подучи историю России. Подожди, я всё это знаю. В общем, здесь воспоминания нести фрейлин. И это записки, я так поняла, опубликованы. То есть они стилизованные, отглавамуренные, отполированные, отлакированные и так далее. Ничего шокирующего вы здесь не увидите. Оно и понятно. И каждая бы решилась написать что-то скандальное. И это понятно. Ничего нового для себя я здесь не увидела. Как не увидит и обычный человек, знающий историю. Немножечко меня раздражало. Вначале, что воспоминания фрейли в основном об одном и том же. Ну, первое несколько, в частности, окончание права первого. И меня это немножечко стражало. Но потом я поняла, что я не права, потому что взгляды совершенно разных людей об одном и том же событии, они всё-таки дают такую более эффективную картинку, хоть и не стилизованные. Я даже как-то отчаялась и думала, что так будет продолжаться дальше. Но нет, там дальше затрагиваются и правления Николая Первого, и Александра, и в общем, и всё такое. В общем, как я уже сказала, здесь воспоминания десяти фрейлин. Девять из них занимают половину книги, и вторую половину книгу занимают заметки дневники фрейлины Анны Тютчевой, дочери того самого Тютчева. Её заметки, именно заметки, тоже стилизованы, тоже такие гламуренные, отполированные, причесанные. Но дневники... Вот ради дневников эту книгу, пожалуй, стоит купить. Дневники у неё замечательные. Она такая патриотка, и она такая очень строгая, и она такая очень умная, весьма разумная. И вот даже к императрице она пошла как-то раз и прям психанула на неё, я сказала, ну вы чё там вообще? И мне безумно понравились её дневники, и я хочу найти полное издание дневников, если они существуют, но вроде как должны быть, да, потому что я в восторге. всё остальное ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я, кстати, нашла упоминание, не помню, у неё или у сгофери, пирога. Название у него немецкого, поэтому не воспроизведу, но в переводе вроде как дерево-пирог, который ели сейчас к семье в день рождения. И где-то через час я нашёл рецепт, и где-то через час я пойду попробую его приготовить. На сегодня всё. Всем пока и до скорых книг.